По столице Заполярья прокатилась волна общественного возмущения, вызванная вырубкой деревьев в городе. В первую очередь, жителей волновала законность и легитимность такой процедуры, а также будет ли возмещен ущерб. Эти и многие другие вопросы обсудили на брифинге, посвященном теме санитарной обрезки зелёных насаждений на территории города Мурманска. В последние дни на нашу редакцию обрушился шквал звонков, писем и обращений от обеспокоенных мурманчан. Горожан волновала вырубка деревьев в областном центре. Зелёные насаждения убирали и вдоль проспектов, и во дворах многоквартирных домов, где их собственноручно высаживали жильцы. Сами с детьми, с жильцами сажали эти все деревья. Мало посадить, надо за ними ухаживать. Вы посмотрите, какие наши деревья стоят. Подстриженная санитарная обработка сделана, несмотря на то, что нам администрация запретила делать санитарную обработку. Заикаясь, очень беспокоюсь. В 8 утра заработали уже пилы и пилят лес. Дать свой комментарий по этому поводу решили научные сотрудники и представитель администрации города Мурманска. Оказалось, что вырубка зелёных насаждений связана с мерами безопасности. При плановой проверке несколько десятков деревьев, которые были высажены 40-60 лет назад, выяснилось, что среди них не осталось ни одного здорового. Деревья при наличии сухобочин обширных, большого количества мёртвых скелетных побегов, при наличии плодовых тел грибов, они переходят в разряд аварийных. И ещё мы обязательно учитывали, как я уже говорила выше, это окружение дерева. И именно по совокупности всех имеющихся факторов мы рекомендовали удаление. Больные деревья падают по-разному, валятся целиком, вывернув из земли корни. У них может размолотиться ствол, обрушиться большая ветвь или часть кроны. Непроводимая вовремя санитарная обрезка способна привести к трагедии. Наличие листвы зелёного на дереве не значит, что оно здорово, как всё, и оно может сломаться. От него могут отломиться большие ветви в любой момент. Высохшие, отсохшие ветви или дерево при ветровой нагрузке, снеговой нагрузке. И вот падение дерева, как мы знаем, чревато тем, что оно может нанести ущерб здоровью, не дай бог, жизни граждан, а также их имущество, упасть на машину припаркованную. Но администрация города уверяет, волноваться не стоит. На месте старых в следующем году появятся новые зелёные насаждения – рябина, клён и сирень. Продолжение следует...